здравствуйте зрители дорогие зрители меня тут упрекают не драгоценные что я не добавляю этого слова дорогие конечно дорогие зрители нашей передачи насколько дорогие кстати тебе эти зрители я не оцениваю это в деньгах они близки мне они близки мне потому что они также хорошо все кто нас смотрят те любят максима шевченко я тоже люблю его его мысли его парадоксальный рассуждение половина не любит максима шевченко любит эльмара гусейна не те кто не любят тебя не любят и меня они критикуют нас обоих и это не половина не надо преувеличивать зачем бросать тень дискредитировать нашу нашу передачу так не бывает тогда предлагаю перейти к формировке бесценные зрители бесценные и дорогие и дорогие смотря как в чем оценивать который выходит на канале наш передача вестник кавказа и альмар гусейна все с максимом шевченко хотели бы обсудить мы встретились в день когда фактически начинается в москве станет снг и заканчивается поздравление владимир путина с днем рождения которые плавно поздравление переходит в сами ну да да до поздравлять нельзя а после можно поэтому поздравляем руководителя россии высшего и в связи с этим хотелось бы мне у максима спросить как он видит вообще будущее снг вот сейчас у нас существует мире несколько крупных объединений стран политических военных некоторых них формируются как брикс некоторые существуют давно и расширяются как нато и ес вот и везде внутри существует трение поскольку даже люди которые садятся втроем за стол за столе могут поспорить через несколько рюмок друг с другом ожесточен а когда целые страны огромные собираются с историей с гигантской долгой и с миллиардным населением иногда между ними тоже возникают противоречия но тем не менее они объединяются для решения каких-то вопросов вот снг это объединение возникшие на даже может быть неправильное слово на руина после ссср она сейчас находится в каком состоянии и какие перспективы его в будущем учитывая что многие его члены воюют друг с другом ну как бы растаскиваются в разные другие международные организации ну хороший вопрос и на самом деле тема очень интересная потому что снг конечно напоминает проект есть бюджет выделен даже фундамент вроде как начали класть там мы первые президенты собрались там в девяносто первом году и шпыль там забили первые значит кинули символическую даже украли первые начали кидают лопату цемента но потом все как бы прекратилось началась там война азербайджан армения там значит началась конфликт в приднестровье средняя азия понимаете таджикистан там и так далее ужские события грузинские события много чего началось и сейчас это перешло к российско-украинским событиям так это мягко это обозначим поэтому сама по себе то есть это содружество независимых государств которая на игру и не забудем а я сказал грузия которая наверно как-то виделось некоторым в девяносто первым девяносто втором годах она напоминает не содружества она не более содружества чем не знаку термитник понимаете вы за все таки они независимы да ну содружества то нет поэтому сейчас я думаю самый важный момент это провести инвентаризацию вот что происходит собственно понятно что старая будто вот что тогда было его просто не существует о можно забыть и никогда вообще к нему не возвращаться на этом пространстве евразии ты прав есть очень важные замыслы и конструкции которые сюда залезают запада европейский союз и нато который принимает свои члены в том числе бывших членов снг бывшей республики ссср принято как минимум три балтийские государства европейский союз значит претендовал намекал на грузию это понятно ну и на азербайджан намекал с армении тоже там на всех тринадцатом году путин с меркель встречались так вообще европа была чуть ли не от французского бреста до владивостока понимаете там медведи на камчатке чуть с ума не сошли осознав себя европейцами ну хорошо до лиссабона там луцитанию не забудем на запад то есть только прожектов разных было у китай который вообще считает что и ся настоящие люди китайцы и и дикие варвары почти животные там и все и как бы есть поднебесная как центр мира и вокруг него все там к выделяется вот один пояс один путь пожалуйста вот есть источник величайшей культуры в истории человечества привязывайте китайской до выходить приходите вешаетесь хотите идите куда хотите есть туран который тоже тут заявлен как проектом и саду ассур суда вот на мой взгляд в москве почесали репу почесали затылок почесали там уши почесали провели там почесали но значит так деньгам говорят и решили а давайте-ка мы посмотрим что есть у нас москве выясняется союзное государство россии белоруссия его это тормозили торпедировали все эти десятилетия понимаешь просто там значит дальше какие еще форматы есть значит о дкб но его ряды тоже немножко подсократились его даже армения хочет из него выйти дальше но это как бы шосс шосс вроде как есть но вроде он такой как бы большой размытый и там такой могучий китай это вот вся сиди да чтобы все-таки и рядом с этим мощным ся который в шосс что шосс это как-то тоже понимаете но он интересен тем что часть белоснежка перетекает шосс вот она существа ничего никуда не перетекает это нам так кажется в нашем сознании перетекает китайцы вот сидят там и они являются центром этого шосс понимаешь есть брикс которому все готовятся брикс придуманный на западе вообще слово брик брик ну бразилия россия там индия это а с это что не помню а с это была южная африка а с саус саус африка да значит его потом припись да значит а есть брикс который тоже как бы масштабен а здесь то что да вот в евразии здесь то что на месте бывшей здесь ничего нету значит надо что-то дальше делать и тут вспоминают и про содружества независимых государств и в этом заинтересованы на самом деле не столько россия сколько вот такие страны как азербайджан и страны центральной азии потому что а у дкб там ну азербайджан до подписания мирного соглашения с арменией понятно не может вступить в дкб азербайджан заботит ну например азербайджан заботится о своей безопасности понятно укрепляет свой военный союз там с турцией и с израилем например понимаешь ну неважно там можно также какой-нибудь коста-рикой и тувалу оттуда поставляли вооружение военного союза с израилем ну как недавно подписано было соглашение о покупке или о производстве стрелкового оружия это военное сотрудничество это не всегда союз но тем не я ничего не слушай я сейчас не осуждаю ты знаешь мое отношение стратегически даже без всяких документов израиль конечно союзник азербайджан каждый решает ну короче каждое государство решает задачи я не осуждаю даже азербайджан за это каждый решает задачи своей безопасности так как может исходя из той реальности в которой он находится у армян у армении своя реальность у азербайджана своя у центральной азии своя и в итоге получается что всех все кого куда-то тянут азербайджан там приходит там эрдоган или этот самый значит хакан фидан там теперь говорит вот мы строим туран содружества тюркских государств и все там сказать ой как хорошо мы все говорим на тюркских языках мы все одно целое там а потом приходит китайцы говорят а мы строим один пояс один путь как-то пересекается может пересекается может нет а потом приходит там иран он ничего не говорит но просто что-то строит тоже там железную дорогу допустим в армению строй говорит говорит мы говорит там не позволим тронуть армению понимаешь все заявляют проекты европейский совет говорит вопрос там грузии в европейском сайте решет она тянет о россии ничего не говорит россии проводит с во с украиной россия постоянно непрерывно перетирается внутрь союзного государства с маленькой белоруссии понимаешь россия россии вообще столько всего наговорила и напроектировала за последние годы в россии одна группа элит говорит белоусов когда еще было значит этим самым там не министром барон сказал мы будем спасать традиционалистские элиты европы проект ну проект допустим другие говорят мы будем частью либеральной европы третье говорят мы будем частью евразии четвертое говорят китай альтернативы союзу с китаем у нас нет пятые говорят мы будем центром евразийского пространства своего тюркского мира и и тут пришла в голову разумная идея в СНГ должны как-то реагировать на все эти слова россии нет никакого страна которые составляют СНГ должны как-то реагировать на эти слова замечания россии ты меня опередил немножко на несколько секунд значит и тут пришло время провести инвентаризацию а кто там еще на двадцать четвертый год все таки входит в это СНГ то вот кто приехал в москву тот и входит судя по всему и вот мы видим азербайджан входит армения входит страны центральной азии входит до белоруссия входит все украина уже не входит грузия не входит значит я даже не центральная вся приехал ну да вся таджикистан приехал все приехали до ходит ну вот давайте вот посмотрим идея есть бренд есть можно ли этот бренд реанимировать они еще приехали на день рождения нашего руководителя так формально ну вот отказаться не очень можно было можно было сказать позвонить сказать поздравляем извините заняты поздравляем но заняты но приехали уважение там такое вот вам пожалуйста содружество независимых государств которое логическим образом наверное должно было бы консолидировать евразию познаваться схватились на мой взгляд познаваться схватились уже поиск ушел уже такие деньги вложены извне и в центральную азию и в южный кавказ и в коррупцию российских элит и покупку вербовку разными серьезными игроками не то что там да и деньги большие а на западе деньги-то считают до швейцарии тоже это очень серьезный игрок зря ты недооцениваешь швейцанских часовщиков они геополитически ли за время отвечают там какой-нибудь бригет 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 же это швейцарская марка да бригет не французская ну я не знаю там буре 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 швейцарская точно да вот допустим это очень серьезные как бы швейцария отвечают за тиканье за тиканье элит за тиканье на руках элит или совсем уже аристократические там за тиканье вот значит в карманах вот это такое золотое я бы сказал что прецизионные станки и швейцарии да поэтому почки банки там всякие там все эти литаска всякие находятся в швейцарии да значит вот представительство находились крупных компаний и тому подобные вещи короче деньги-то вложены огромные содружество независимо государств я думаю сядут руководители и скажут вот сейчас вот на стол вот тут есть допустим а там азербайджан транзитный коридор там север-юг восток-запад да значит там еще там что-то да есть там значит вот центральная азия тоже там серьезные какие-то вещи там газовый транзит в значит в китай или вот казахстан и тоже как подарок значит ко дню рождения владимир владимировича провел референдум об атомных электростанциях для это очень важно для русатома для казахстанского для казахстана это не так важно как для русского я просто сделала одно замечание как человек который свое время работал пиаровскими проектами казахстана в россии дело то что на протяжении последних 30 лет одно из ключевых направлений внутренней пропаганды и внешне казахстана была идея назарбаева о безъядерном мире которое казалось не только а ядерного оружия после казахстан первый производитель урана в мире да но и касалось вообще ядерной энергетики даже и после этих 30 лет пропаганды и такая вот понадобилось ну какое-то мероприятие общенациональное чтобы показать поворот от этой политики ну как мне кажется ну я не думаю я думаю что слишком дорого слишком сложный так вот поворот там и так поворот достаточно серьезный просто вопрос то если ты строишь атомную электростанцию в мире всего несколько компаний которые могут предложить и реактора там русатом китае вестингаус какой-нибудь там и так далее французы естественно и по большому счету компом бразилия я не помню я решу ты пыталась да на то вот то есть на самом деле вопрос когда видам нему казахстан это кто если русатом то это значит тогда укрепление связи с россией центральной азии просто ну самые сильные связи вот я считаю что связь россии с армении держится только на армянском атомном реакторе там на двух больше неких ну и еще на коньяке который еще гранильном заводе говорят французский коньяк контрфанк через который идет алмаза российский ну в общем так или иначе вот это вот как бы но атомный реактор это серьезный который как бы нельзя монтировать и нельзя просто так вот украинская война идет вак вокруг атомных электростанций во многом понимаешь как говорят аналитики значит если казахстан строит атомный реактор то возникает вопрос кто китай ну ясно что не франция ясно что не китай не россии не допустят францию центральную азию строить реакторы и азербайджан не допустит через себя летать с оборудованием да да значит значит тогда получается либо китай либо россия ну таможенный союз или некий международный консорциум про который говорит россия китайский на российской китайский да но таможенный союз понятно что как бы все льготы все преференции все выгоды пока в отношении русатома и у русатому самые современные переработка ядерных отходов в мире он собственно единственно обладает современными технологиями по переработке ядерных отходов поэтому это важный момент и недаром референдум проведен именно перед значит 7 октября и саммитом снг в москве и так далее там многие другие вещи поэтому я думаю что главы государств собрались каждый на стол положит что-то а у нас есть вот это у нас есть вот это то есть большая инвентаризация да а у вас что есть а у нас в квартире газ скажет россия а у вас а им ответят а у нас сегодня кошка родила вчера котят вот из вашей котят и выросли немножко ну и из вашего блюдца пить не очень хотят но понимают что у вас возможно придется попить из блюдца короче инвентаризация если замораживается украинский конфликт а он возможно заморозится по 38 параллели так называемый условный так где там это все остановится после выборов американских до выборов это будет только идти по нарастающей и в европе уже запели эту песню надо завершать принимать украину в нато там есть там и так далее оставить территорию путину конечно мы их не признаем но все равно там можно поправку не в европе запели а запели в некоторых сми ник ни одного официального заявления подтверждение на но сми которые фактически являются глазом официального неофициальным глазом официального на и штаны вот значит то есть содружества нету содружества нету его можно ну можно подумать как его строить по большому счету слушай такая организация объемных наций нет какая-то организация когда ее руководители посылают просто там допустим говорят мы не пустим его в страну по идее та страна которая сказала так генсеку он должна быть из оон исключена заблокировано ее членство вон ну и такое живут содружества как такой некого он надо ли такую организацию на посетском пространстве ну понятно что центр ее в москве будет скорее всего некий такой но надо я считаю что надо хартленд центральной евразии не имеет такой структуры своей не имеет и содружество как раз может объединить себе те страны такие как армения азербайджан которые между собой допустим не до конца урегулировали отношения да каким-либо причинам не объединить а посадить вот за одно пространство вот говорят никол пашинян ездит на велосипеде по москве добро пожаловать я очень рад значит и надеюсь у москвичей хватит такта пропускать его на светофор сомневаюсь нет а я уверен я уверен вот или он ездит по романову переулку надо уточнить вот значит ну вот так вот я не знаю что еще сказать про этот сама идея крайне важны спугнуть страшно я выступаю за любые конкретные формы консолидации евразийского пространства которые будут более энергичные более наполнены более конкретные чем то что предлагает запад север юг восток для этого пространства что если это понятно если не предлагать хоть что-то что тут на месте как бы привяжет все эти вот страны к месту да к территории друг другу тут все будет просто растаскать по кускам и раз и разорвано в интересах больших игроков совершенно верно но ты понимаешь в чем дело вот для того чтобы это объединение или хотя бы сотрудничество вокруг россии большой и богатой на самом деле и москвы очень сильный во всяком случае с точки зрения своих силовых структур существовало по моему мне кажется россии у россии есть единственный путь это соблазнять уступать приплачивать давать привилегий льготы значит но это очень сложно сейчас выглядит одна из этих льгот всегда было 30 последних лет это соглашение по которому внутри снг люди могли передвигаться свободно сейчас внутри россии большое напряжение связанная во первых с обилием мигрантов которые с трудом с трудом переваривали передвигаться свободно и работать свободно это разные вещи но они могли двигаться свободно я тоже за свободное передвижение но за свободную работу это вопрос для этого должны быть построены сильные социальные государства по крайней мере в россии россии должна чтобы давать свободу на работу прямо вот свободу иностранным гражданам должна начала своих граждан на интересы защития о чем а социальные государства в россии уничтожен а абсолютно просто в наших условиях когда ты даешь возможность на свободное передвижение люди приезжают и не уезжают это по закону они должны но при этом они живут и давят потому что не слушай но это не люди в этом виноваты виноваты те кто не проектирует жизни кто не проектирует среду а просто как бы накачивает 25 миллионов там москвичей хочешь чтобы было всех яндексом обложить и бабки на них зарабатывать цифровые даже с теми люди которые имеют разрешение на работу с ними тоже возникает потому что таких людей тоже миллион не знаю с теми кто имеет разрешение ну просто с патентами это проблема возникает возникает проблема даже с тем что люди ходят и говорят на улицах на другом языке это раздражает многих в россии есть какое-то давление странное со стороны российских это раздражает только придурков я так скажу так что мало у нас что ли ну извините максимум процентное отношение эйнштейны в нашей стране процентное отношение такой же как и везде понимаю ну и везде это и в швейцарии вызывает проблемы нет я к чему что даже эта опция она подвергается очень сильному давлению нельзя сказать что вот сейчас там и вторая опция это конечно внутри снг существование связанного с ней и дкб который дает возможность беспошлиного движения товаров которые тоже используются для того чтобы ввести контрабанду в россии в огромных количествах там юга и средней азии из армении тогда то есть как ты считаешь вот должны должна быть это большое соблазнение некий уступка финансирование создать со стороны россии того чтобы эти страна или это нам не надо а нам нужно только финансируемый разным способом вот видишь разными маленькой армении в президента азербайджана я помню когда был на медиафорном шоше намекнул так он такая ирония ульхам гидарчи есть да такая он обладает такой вот иронии горит как же так говорит вроде там азербайджаном подписывается договор а товарооборот с армении в семь раз вырос понимаешь за это время вроде как армения вступает там в разрывает связи у дкб оказывается более весовый партнер для россии экономически чем азербайджан понимаешь при всем при том что азербайджан то там ого-го что может поставлять понятно поэтому эти преференции могут быть не деньгами а возможности вот армении дали преференции через армении идет коньяк допустим французский или там еще что-то идёт как выяснилось к нему есть претензии киргизам дали там вот растаможка понимаешь вот те пожалуйста преференции идет там допустим какие-то еще моменты это же все не напрямую там вот приди ко мне эти денег дам приди ко мне эти дам возможности эти возможности гораздо более долгоиграющие гораздо более эффективно то есть ты считаешь что сейчас делается сейчас этого достаточно ну они действуют в своей логике в логике торговцев в логике торговцев все дело а что могло бы быть не в логике торговцев ну когда не в логике торговцев и тогда примат духа и политических идей основанных на духе определяют сущность власти а сущность власти пока у нас определяет экономический интерес экономический торговый даже не даже не производство а торговля золото в основе политических процессов здесь Здесь лежит культ золота. Пока будет лежать культ золота, это будет Вавилон в том или ином смысле. Да, я с тобой согласен. Но Авраам, напомню, вышел из ура Халдейского, понимаешь, потому что он отряс со своих стоп пыль и прах Вавилона. Оттолкнулся от Вавилона и пошел в сторону духа. Не родится здесь проект духа, здесь вот это бесколечное торгашество будет процветать, понимаешь. А торгашество, у него есть одна особенность. Сегодня ты покупаешь, а завтра тебя покупают. У торговцев, у торгашей, несмотря на то, что они могут обложиться ТВК, оружием, полицейскими, силовиками. У них нету принципов, ради которых стоит умирать. Ну нет принципов, потому что ради золота не стоит умирать, понимаешь. Это как бы, поэтому это главная, на мой взгляд, слабость. Идеи, идеи. Вот у Запада есть идеи, там не правят торговцы. Я с уважением отношусь к торговцам, бизнесменам, естественно, я не осуждаю, просто другая каста. Там есть идея, допустим, постгуманизм, развитие, прогресс. Главная идея Запада, это не демократия, это все мишура, а это как бы развитие человека в некую иную сущность, постчеловеческую, трансгуманизм. Это идея Запада. У Китая есть идея, есть вот мандат неба, и вокруг этого мандата неба Китай должен быть центром, оставаться центром культуры, центром мира, центром всего там. У исламского пространства есть сверхидея, там есть вот община, который дарован сверху, там не знаю, Коран не способен, значит, закон Божий, там вот монотеистам и иудеям, тарут, значит, инжиль христианам, как мусульмане говорят, Коран, значит, мусульманам, да. Значит, там у великого еврейства глобального есть идея, там, не знаю, быть свидетелями, да, и истории, и как бы до этого быть между народами, пока не закончится великий исход. А здесь вот у этого огромное пространство, это я так излагаю краткой мысли Андрея Петровича Девятого, например, какая идея, ну, правильно вопрос поставлен, какая и газ продавать, деньги зарабатывать, какая тут идея держит, что, кого? Но попытки были, причем одна идея не лучше другой, посмотришь на этот трансгуманизм, волосы шевелятся от ужаса, понимаешь, в Европе, на Западе, и китайцы посмотришь, да это чисто там расизм, понимаешь, там вот вся и и, люди и все остальные, вот так это по большому счету. В каждом можно что-то найти, но это позволяет идти в будущее, а здесь-то что, кроме нам будет выгодно вместе торговать, ну, сегодня выгодно, а завтра кто-то другой цену предложит другую, и все, уже не выгодно, что ли? Людей держат не выгода вместе. Да, и здесь надо отметить, что ИЕС ведь это не просто объединение, как они поначалу назвали, угли и стали, или это экономическое объединение, оно цивилизационное, принимая новых членов, они хотят, ну, пускай, ну, предложить и навязать свою цивилизацию. Нет, а уголь и сталь, почему Роберт Шуман и Конрад Аденауэр так назвали, вспомни, это первый договор, уголь и сталь, это что такое, это оружие, из угля, уголь, с помощью угля, из стали производится оружие, с помощью которого французы и немцы на протяжении 100 лет, до 70 лет, да как, нет, с наполеоновских войн, убивали друг друга, постоянно, миллионы, с помощью угля и с помощью стали убивали друг друга. И когда договор, это же договор масонский, Шумана и Аденауэра, а как всякое масонство, он символический, то есть уголь и сталь, с помощью которых убивали, должны стать основой иного мира, не мира, где обе страны, оба народа непрерывно готовятся к войне. Заканчивая предыдущую войну, не успела отгреметь наполеоновская война, сталь готовится к франко-прусской войне, не успела франко-прусской войне, не успела это ко второй, но надо это как-то было прекратить, давайте мы уголь и сталь по-другому опишем, как способ совместного торговли и производства. Поэтому это был не торговый договор. Если бы в основе ЕС было только вот это вот баблосики, понимаешь, никакого ЕС бы не было вообще. Именно потому, что там в основе был Великим Востоком, который Шуман представлял, и Аденауэр, это шотландский обряд. То, что в Германии всегда был христианский демократ, это шотландский обряд. Это договор был между ними в каком-то смысле. Это был договор символический, хватит убивать, давайте попробуем оружие, сохраняя оружие, перейти к какому-то новому измерению. Поэтому я вообще не вижу в договоре франко-германском о стали и об угле экономических каких-то моментов. Экономика там на другом строилась тогда. А это именно был символическая вещь, связанная тоже с духом, с войной. Из угля и стали. Даже какие-то алхимические можно тут найти. Начало Яков Берна, понимаешь, там его вот эти все парацельс и все вот эти вот добавляешь сюда-сюда. Золото должно в итоге родиться, философский камень. Поэтому, говорю, это главная проблема Евразии Хартленда. В Хартленд тут много чего можно заработать и все рубят бабло, как только могут, понимаешь, высунув языки. А зачем это все? Какая идея это объединит? У Чингисхана была идея. Там небо, тут великий хан, одна ИСа для всех. У Советского Союза была идея. Даже у Романовской империи была идея, которая была идея там такой германской постепенной цивилизации огромных пространств Евразии. Даже эта идея, понимаешь? Как бы, ну, Романовы отделились от Европы во многом, но, в общем, все равно. А тут какая идея? Делать деньги, это не идея никакая. Это не идея для власти. Это не идея для политики. Это идея для, дай им Бог здоровья, людей торгового сословия. Да, такую страну, как Россия, ей нельзя управлять и видеть ее... Любую страну нельзя управлять. Нефтебаза. Даже Лихтенштейном нельзя управлять с идеей делать деньги. Должно быть что-то нисходящее сверху или снизу, понимаешь? Ну, посмотрим, как все происходит. Спасибо за внимание сегодня. Это была наша передача «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я, Эльмар Гусейнов, ведущий, и Максим Шевченко, наш главный мыслитель, политолог, аналитик. И не только наш. Спасибо большое, Максим. До новых встреч. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ